сейчас звук хорошо слышно нет дайте мне знать лучше а то еще тише чуть-чуть сделаю я надеюсь что сейчас хорошо нормально все спасибо дорогие друзья я тут открывался вам сообщить новости что про все эти забыл лучше меня простите собралось много людей и это было очень важно это европейский форум или евро форум и я с вами поделюсь тем что там произошло и кроме того после этого форума мы сразу же собрались был один день совместной работы правления капитал подготовились и переехали в минск для того чтобы встретиться с головной компанией с анатолий гвардович именицким и подвести определенные как бы итоги за период 10 месяцев этого года и обозначить путь на ближайшее будущее и на более отдаленную перспективу и поэтому я всем этим с вами поделюсь и все по очереди таким образом дорогие друзья что на форуме было важного а важно было то что мы вернулись опять обратно к продукту или про тому что происходит при инвестиции человек инвестирует проект человек инвестирует проект у него есть два пути первый путь часто у меня спрашивают значит что поясните что это за два пути первый путь и второй путь почему это два пути это друзья альтернативные возможности которая предполагает то эти документы которые сейчас приняты в работу в использовании первый путь я человек инвестирует проект получает залог в виде акции это по договору скажем я просто говорю что он получает это все одновременно находится одном документе есть возможность выбрать путь получить залог акциями решить забрать этот залог сразу то есть взять свое пользование стать акционером и его занесут после того когда он закончит все платежи и инвестиционные платежи по рассрочке несут регистр и он становится акционером есть второй путь который тоже этот договор предусматривает человек только кликом одним кликом выбирает этот путь или же он ставит галочку что он забирает залог или же он эту галочку не ставит если он ее не ставит то он получает гарантию документы все есть в этом пакете который гарантирует через три года возврат суммы инвестированы инвестировал человек 100 долларов значит не пошел по акциям но и взял говорит ладно я буду гарантию но у него остается эта возможность поставить галочку и забрать залог в течение трех лет но практически он уходит другим путем и эти акции мы не переходят в этот момент не акции а скажем залог не переходят он решает ждать возврата суммы процентов если таковые за три года будут и он становится кредитором имеющим гарантии он имеет компании требуем поэтому почему кто-то мне сказал но зачем так усложнять все дорогие друзья дело в том что законодательство большинства стран предполагает людям и при краудинвестнике краудфандинге крауд лендинге и так далее предполагает то чтобы у людей были бы возможность выбора и поэтому такая такая возможность есть заложен в документах и это очень важно что такая вещь есть и что происходит дальше что является инвестиционным продуктом смотрите значит там инвестиционный продукт это что это такое это получаемый мною или человеком который инвестирует эквивалент под инвестиции чем он выражается никаких при оформлении сертификатов да при оформлении сертификатов конечно нет но дорогие друзья оформление сертификата это уже конец или последняя завершающая стадия когда мы инвестируем между инвестицией между инвестицией оплаты рассрочки момент инвестиции я принимаю решение я когда оформляю буду ли я идти этим путем или буду я идти этим путем понимаете да поэтому дать до сертификата еще далекий путь здесь если вы конечно сразу только не внесете всю инвестицию где ставится галочка это все узнаете будет видео на видео обозначено сейчас я говорю о принципе понятно да все ясно а теперь смотрите получая получаемый мною эквивалент под инвестицию это дает мне практически право владения есть права и возможности право владения акциями право получения выгод и определенные риски да с пакетом инвестиции которые я получаю инвестирую получаю залог обретаю акции вот три этих момента присутствует я инвестирую получаю об эквивалент инвестиционный продукт это получаемый но эквивалент под мою инвестицию на головном сайте а что такое головной ставит да конечно олег из бюджета да абсолютно правильно независимо от того как как осуществляется начиная с нового периода с новыми документами идет этот процесс те кто уже является инвесторами у которых уже существуют акции уже есть акционеры они уже находятся они уже находятся здесь они этот путь выбрали они пришли прошли этот путь по другим договорам и это никакого значения на данный момент на сегодня уже не имеет то что было важно то как мы сейчас живем и будем жить в ближайшем будущем но запомните что здесь я хочу донести до вашего понимания и для вашего пользования в вашем ну как бы процессе передачи этой информации первое занимает когда-то когда процесс начинался было были разные моменты сегодня мы инвестируем кто-то инвестирует вот а кто-то инвестирует и это не является покупкой или продажей и компания не продает ничего не продает поэтому это надо очень четко понимать дальше я буквально очень быстро пройдусь чтобы вы понимали и запоминали это потому что эти вопросы задают когда люди передают информацию многие или к сожалению есть люди которые сами еще толком не знают что же такое такими акциями мы не делаем вот здесь очень четко все ясно акционерный капитал который стоит за интеллектуальной собственностью скорее оценен более чем 400 миллиардов долларов создана компания global transport investment в которой существует акции двух типов 70 процентов всего этого акционерного капитала это акции а и 30 процентов акции б не будем сейчас разбираться чем занимается global transport investment эта компания головная компания основная владеющая интеллектуальной собственностью ее учредителем является Анатолий Эдуардович Еленевский вот теперь эта компания открыла или учредила компанию Евразия Real Skyway Systems Holdings в которую внесла половину вот этих B акций то есть 15 процентов видно да в акционерный капитал этой компании А акции чем отличается А акции от А акции А акции это простые акции А акции это привилегированные акции которые дают ее владельцу право получения отчисления прибыли на дивиденды что это значит это значит что Евразия Real Skyway Systems Holdings при получении и распределении прибыли в global transport investment допустим это 100 миллионов 20 миллионов будет точно направлено в Евразия Real Skyway Systems Holdings для того чтобы Евразия Real Skyway Systems Holdings рассчитался и перечислил дивиденды своим акционерам У этой компании другой деятельности другого вида деятельности никакой нету Она является держателем акций и реестра акционеров У нее всякая другая бизнес деятельность запрещена для того чтобы обеспечить гарантии для акционеров Там есть вопросы Где ставится галочка Не заморачивайте Людмила сейчас в голову где ставится галочка Все узнаете У меня много пакетов есть А на головном сайте тоже право выбора будет Что такое головной сайт? РСВ Да конечно Там точно так же Этот пакет там уже давно работает Было же 20% Чего было 20%? К-К-Х-Ф-И-ГРЕ Она говорит 20% на дивиденды от прибыли Да 20% дивидендов от прибыли На дивиденды Правильно От прибыли Правильно А где тут акции которые нам Я не знаю что вам Татьяна Новиков из Москвы Какие акции вам продает СМИК Значит там СМИК вообще вам не продает акции Он вам подарки делает Так значит смотрите И таким образом все инвестиции направляются Сейчас в адресный проект Первый проект Пилотный проект ЭкоТехноПарк По бизнес плану Сюда необходимо Его скажем Себестоимость строительства этого всего Вернее стоимость Проектная стоимость Расчетная проектная стоимость 300 миллионов долларов Вот сюда поэтапно весь этот процесс идет Зачем был выбран и почему Кто-то задаст вопрос Для того чтобы акции и вся технология оцененная Она приобретает свою силу после того Когда она сертифицирована Вот А ЭкоТехноПарк является сертификационной И презентационной площадкой А также испытательной площадкой Для этой технологии Поэтому чтобы эти акции Которые идут И находятся в Евразии То есть акционерный капитал И собственные акции Евразии Системс Коудинга Которые Владельцами которых Мы становимся Чтобы они Обрели бы силу И капитализировались Необходимо Провести Эту Сертификацию Технологии И начать строительство адресных Проектов Адресные проекты Это значит транспортные трассы В ближайшем будущем Первая из них Это В Австралии Другие Которые Сейчас уже происходит Разработка Документации Определенной Документации В работе Находится пять проектов На разных стадиях Чтобы вы знали Вот То есть Вот такой путь И дальше Я бы хотел с вами Разобраться еще С такой вещью О которой мы тоже говорили В Юрнале Это так называемый Инвестиционный продукт И Свод Это даже не свод анализ А так называемый Свод описание Свод Это от английских слов Trends Witnesses Opportunities И Threats Это значит Сильные стороны Слабости Или слабые стороны Возможности И опасности У инвестиционного продукта Такие есть Вы понимаете Что Это очень важно Мы не будем сейчас говорить о том Как они И как это анализируется Просто перечислим Начнем с сильных сторон Сильной стороной является то что Материализация Инвестиционных средств Инвестированных средств Средства Которые мы инвестируем Они очень четко Материализуются Где они материализуются В первую очередь В экотехнопарке В тех проектах В тех развитиях В тех разработках Которые мы делаем И По честному Ну Когда будет построен Экотехнопарк Что значит Элизавета А вы сами Почитайте договора Что это значит Если у вас есть В СВИГе Элизавета Если у вас есть В СВИГе Значит Сертификат Подписанный Анатолием Горгиевичем Значит Вы акционер А Акционер Вот этой Извиняюсь Этой компании Вот она Если этого нет То все что угодно Но не акции Понятно Да? Будет ли этот вебинар В записи? Будет конечно У меня с интернетом Да Ничего не волнуйтесь Джамиля Татьяна Да не надо мне рассказывать Я несколько раз уже говорил И вебинар Это не то место Где я сейчас Должен Или обязан Или Буду Разъяснять Что такое со СВИГом Дорогие друзья Мы об этом уже давно говорим Вот Ну давайте Включайте сами Свою думалку Много людей Которые уже разобрались Поделитесь с ними Я просто Не имею такого Шикарной возможности Толбычить Одно и то же Да и Дело Мы занимаемся Тем Что делает Кэпитал Понятно Да? Значит Смотрите То есть Понятно И теперь смотрите Когда Экотехнопарк Будет построен Его Проектная стоимость 300 миллионов Реальная стоимость Затраты Будет значительно меньше Об этом уже говорили И Анатолий Двардович Постоянно это повторяет Но Как только Он будет сдан в эксплуатацию Фактически Это значит Что по сравнительным методам Можно четко сказать Что по методам сравнения Аналогичные площадки Скажем Аналогичных Аналогичных Нет Но площадки Которые Сертифицируют Различные Технологии Их Скажем Стоимость Вот этого Экотехнопарка Может быть оценена Более чем В 1 миллиард 300 миллионов Что это? Это типичная капитализация Наших средств Поэтому Возвращаясь обратно Мы Идем дальше По анализу Извиняюсь Мы не туда пошли Обратно Дальше Материализация Материализация Инвестированных средств Это одновременно и капитализация То есть он Материализуется в реальные вещи Это не кто-то куда-то пошел Чем-то торговать И так далее А это Реализация Средств Денежных Инвестированных средств Материализация То есть конкретные объекты Высокий дисконт Залоговых акций Сильная сторона Сильная сторона Высокая востребованность Транспорта Скальвей Ну где бы еще сильнее Какая еще сторона Сильнее Инновационный потенциал технологии Скальвей Это вообще до бесконечности Можно сказать Вот мы были в Минске Значит И за что Ну какой-то вопрос не зайдет Анатолий Дарвич берет Говорит Показывает Говорит Смотрите какой здесь еще Колоссальный потенциал Поэтому Потенциал Очень высокий Уже разработано Разработано На уровне разработок И пред Каких-то таких Предварительных расчетов Много развитий Того О чем Мы говорим В этой технологии Когда Задаешь Вопрос Генеральному Конструктору Он говорит Задаешь Вопрос Почему это сейчас Не включается Он очень четко И правильно Отвечает Чтобы Сейчас На стартовом Пилотном Начальном этапе Вести Как можно Меньше Сертификации Как меньше Лицензирования Как меньше Каких-то Ну скажем Добиваться Новых Каких-то Требований И так далее То есть Минимизировать Процесс Сертификации И очень широкий спект Инвестпакетов Это сильный стол Этот список Здесь можно Да, конечно И этот список Можно продолжить Давайте сразу Посмотрим Какие же слабости Отсутствие Компетенции Вывода акций На IPO Вы скажете Да, мы говорим Говорим Но говорить о выводе На IPO Это не значит Иметь компетенции Есть Компании Которые это имеют Есть Различные Возможности При беседе С Очень крупным Инвектором Это было отмечено Это правильно Но он Говорит Что и эта компания Это фонд Международный Они говорят Что мы готовы Привнести эту компетенцию Мы неоднократно Выводили мощнейшие Акционные пакеты Мощнейшие Но это старых технологий Связанных С энергетикой Выводили на IPO И у нас есть Эта компетенция Следовательно Через кооперацию Можно это делать Слабостью Является Закрытость Создание Внутреннего Рынка Что это значит Закрытость То есть Вы понимаете Нету ясности Когда будет внутренний рынок Как он будет И так далее И поэтому Значит Это тоже Является Определенной Слабостью Об этом мы тоже Говорили в Минске И могу Лишь только Сказать Что Резюме Достаточно Длительного Обмена Мыслями И мнениями Был следующее Анатолий Четко сказал Что да Я убежден И Хочу чтобы вы тоже Работали в этом направлении Все Кто там были Потом увидите Чтобы В ближайшее же время Открыть Так называемый Внутренний рынок Какой он будет Я сейчас Не имею права Это Раскрывать Но Скажем так Основные Критерии Были обозначены Обсуждены И это будет Достаточно Интересно Дорогие друзья По крайней мере Для тех Кому не терпится Начать продавать Эти акции На внутреннем рынке Что еще можно Принести К слабостям Это Недостатки Инвестиционных платформ Когда Мы сейчас С вами Переходили Седьмого На восьмой этап Многие могут Высыпать Целый Мешок Или целую Коробку Недостатков Инвестиционной платформы Которые Проявили себя Таких Нагрузочных Критических Моментах Слава Богу В этот раз Уже Так называемые Серверы Выдерживали Хотя Нагрузка была В три Три раза выше Чем Была На переходе С шестого На седьмого этапа В три раза выше Дорогие люди Но Не выдерживали Различные Процедуры Которые были Занесены И это все Исправлялось Походу Затягивался Процесс И неслучайно Была Продлена На два-три дня На три дня По моему Продлен переход Потому что Не справлялось И плюс Конечно Несовершенство Недофинансирование Проекта А Здесь Извиняюсь Инвестплатформа Еще Международные каналы Движения Достаточно слабые Недофинансирование Проектом Тоже слабая сторона Это слабость Потому что Что тут греха таит Проект Недофинансирован Хотя Процесс И графики Выдерживаются Тут я смотрю Идет болька Переписка А так 60 миллиардов Между капитал И РСВ Да никак Не распределяется Олег из Бишкера Зачем его распределять Нет Никто У холдинга Ни свит Никто Ничего не покупает У холдинга Так Татьяна Спасибо Вы Записываться А как 60 миллиардов Акции Между капиталом Проводка инвестиций Видите Через капитал Проводка инвестиций Это Финопарк РСВ Здесь также Может быть РСВ Тоже Проводка инвестиций Вот Теперь Давайте посмотрим Опасности Значит Риски Видите Недофинансирование Это связано С опасностью Риски Смещения сроков Факт Риски Различных Противостояний Что Противостояние Можно отнести Это то Что Старые системы Они естественно Несмотря на то На Скажем Прогрессивность Новой технологии Они будут Противостоять Даже Тот процесс Что Сегодня уже об этом Можно сказать О том Что Ведь Фура К счастью Анатолий Эдуардович Скажем Очень мудрая Восприятие Окружающего мира Одно из Фур Которые Которыми Везлись Ну Оборудование Все что нужно было Для выставки На трансе Попало в аварию Там было Разнесено все что Внутри фуры Понимаете Но Мудрость была в том Что только на одной фуре Было написано Что это Скайвей Технологии Едут вместе И К счастью Это было написано На фуры Которые Везлись Различные Ящики Там Столы Какие-то Плакаты И так далее Команда Которая Потом собирала Даже Это надо было Там все еще Собрать И привести в порядок Абсолютно Тайно Были отправлены Две Другие фуры Которые Были Наши Оборудование В виде Сказка Этого Юнибалька Юнибуса То есть понятно Да Риски есть Противостояние То есть за нами Следят И это надо понимать Риски есть Риски различной Дубликации Дубликации То есть подделок Да спокойно Можно сделать Но догнать Очень трудно Значит Вроде понял Акции Мы покупаем У холдинга Через капитал Олег из Бишкека Я еще раз вам говорю Вы Ничего не покупаете Вы инвестируете Получаете В залог акции Это инвестиция И покупка Разные вещи Если вы покупаете То будете с разницей Платить налог Купили за 100 Фактически Потом будет стоить А за этим стоит Допустим Ну я не знаю Там 50 тысяч акций Вот Пожалуйста Между 100 и 50 То есть 49 тысячи 900 Заплатите налог На этот самый Поэтому А инвестируя Этого нету Этого вы не покупаете Вы инвестируете Получаете В свое пользование Или в свое владение Залог И никакой Купли продажи Не происходит Знаете Как Учительница Мне в школе говорила И Володенька Заруби это себе На носу Хочется и вам Это передать Всегда будет казаться Что денег мало Но надо Однако Все Выполняется И денег Правильно Это точно Все вопрос в том Как вы правильно Склонируете И Какую мыслеформу Вы создаете Ничего себе Нападение было Да Нападение было Очень четко Кстати А мы инвестируем В холдинг Через капитал Нет Вы не в холдинг Олег из Бишкека Инвестируете Вы инвестируете В технологию А Холдинг Или скажем Не холдинг А головная Компания Дает Залог Через капитал Капитал дает Вам Выдает залог Или РСВ выдает залог И вы принимаете Этот залог в свою пользование Кликом Будущим там Галочки Вот Поэтому я еще раз повторил И таким образом Дальше Опасности мы прошли Они здесь еще есть Но Самый существенный Теперь Возможности Какие есть при всех этих сильных сторонах При слабостях И при опасности Это Рост Стоимости акций Выше одного доллара Возможность Возможность дорогие друзья И причем Очень нехилая Многоуравнивая капитализация Что такое Многоуравнивая капитализация Даже уже то что Рост Стоимости акций Выше доллара Может быть А он будет Это уже есть Один уровень Капитализации Одним уровнем Капитализации Является то что Средства Направляются Средства Направляются И эти средства Капитализируются Это значит Что акции Которые на влаге Тоже капитализируются В виде Экотехнопарка В виде Какой то транспортной системы Но В виде Какого то производства Которое будет производить Мота Которое будет производить Юнибусы Юнибайки, которые будут производить автоматику, которые будут производить ограды интеллектуальные, которые будут производить гумус, о котором говорит Антоний Гвардович, которые будут строить города линейные, поселения, которые будут строить фермерские хозяйства, экотехнопарки, технополисы и так далее. То есть это все процесс капитализации. Таким образом, многоуровневая капитализация. Это то, что потом будет на рынке происходить ценных бумаг, это тоже капитализация. Получение рост дивидендов. Это возможность, и она будет реальная. Участие акциями предстоящих адресных проектов. То есть мы, кто мы являемся акционерами Евразии, СССР, сможем в будущем участвовать с момента, как только акции выйдут через IPO на биржу, сможем участвовать пакетами своих акций. Если берем какой-то пакет, полмиллиона, 100 тысяч акций, там другой вопрос ограничения. Ведь чтобы не лезть туда с деньгами, а внести акции и тем самым дать так называемое финансовое наполнение управляющих компаний, которые будут управлять адресными проектами. Но это тема других моментов. Поверьте мне на слово, что это есть. По участию акциями предстоящих адресных проектов. Рост международной известности. Это возможность, и она будет расти. Тем самым будет, опять-таки, это работает на рост стоимости акций выше одного доллара. Расширение рынков. Очень важный момент. Это все наши возможности. И список возможностей тоже можно продолжить. Я для наглядности привел вот этот такой коротенький анализ, свод-анализ. С, С, В, О, Т, свод, который обычно применяется, зачастую. Это очень хороший способ анализа. Так, что тут за вопросы еще? Оно висковый, чем-то. Так. А с ЭТП не получится, как с полигоном в озерах? Приискей же, Олег из Бишкека. Заботливый вы мой. Значит, вы знаете, давайте проанализируем, почему может получиться... Ведь что такое было в озерах? Вы не сравниваете Божий дар с яичницей, я извиняюсь за такое сравнение, но оно наглядное. Значит, опять-таки из моей школьной практики, у меня такая хорошая была учительница в школе до восьмого класса. Вот она часто применяла такие вещи. Пристала, видите. Может быть, знаний столько не пристало, но пристали разные поговорки. Эко-технопарк и озера – это день и ночь. Что такое было озера? Озера была площадка, испытательная площадка, на которой отдельные люди, в том числе Анатолий Эдуардович, инвестировали свои деньги. А эко-технопарк, вы знаете, сколько людей уже инвестировали в этот, является хотя бы один раз инвестировали, почти 200 тысяч человек. И более-менее, как бы, от одного раза и больше инвестируют уже порядка 80 тысяч человек. Больше 100, в более чем 100 странах у нас существуют инвесторы. То есть это значит акционеры, это в акционерном обществе, Евразия, Неверская Авиа Система. И кто же это та самая вдруг начнет там фокусы выделывать? И зачем это делать? Вы же понимаете, что такое создать площадку в озерах, а что такое сделать эко-технопарк. Сейчас на форуме в Юрмале были люди из Шавля. Они прямо сказали, бывший мэр, он не виноват, его заставили это все делать. Он сейчас честно везде ходит и говорит, что вы же представляете, это деньги, которые ушли от нас в Белоруссию через границу. Это капитал, который мог быть расположен на земле литовской. И поэтому кому позволят такой фокус выподворять в эко-технопарке? Забудьте. Такого риска нет. Как нужно охранять? Да, он охраняется, там есть интеллектуальная ограда, там есть люди по соседству. Правильно, точно. Тут уже сценарий. Не стройте этот сценарий. Пятая отдельная бригада. Да, 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 да. А что за нападение? Что-то случилось? Да, было нападение. Не нападение, а была авария. Так, Марина стоит пятая. Вот так. Ладно, друзья, вы не в ту сторону пошли. То есть есть возможности, есть опасности, но возможностей и сильных сторон больше. Поэтому, друзья, мы с вами на правильном пути. Смотрите дальше. Я вернусь обратно, прежде чем пойдем на инвестор-предприниматель, я приду в Минск. Вот мы поехали из... После этого были мы в Минске 26-го. Здесь видно, Анатолий Эдуардович разъясняет. В его руках одна и один из видов струн. Видно здесь? Я сейчас возьму, значит, размахи. Видите, у Анатолия Эдуардовича в руках. Казалось бы, это как он выглядит, как арматура для бетонирования. А это совсем не так. И Анатолий Эдуардович очень интересно в деталях разъяснил, что это за проволоки, которые находятся вот в этом стержне. И это струна, причем очень, скажем, трехкратного напряжения струна, которая участвует вот в струнной технологии. И очень интересно объяснил. Я даже не буду сейчас более подробно говорить. Что еще интересно? Анатолий Эдуардович, видите, это усадьба фермера Юницкого. Анатолий Эдуардович заказал у проектировщиков за свои собственные деньги, потому что это его усадьба. Он проектирует. Здесь более 200 квадратных метров. Здесь очень интересно все продумано. Экологически у меня абсолютно, я тоже большой любитель уже не один десяток лет рассматривать, скажем, экологичный дом, ресурсосберегающий дом. И это отдельная история, о которой мы будем говорить на тех вебинарах, где мы будем рассматривать поселение будущего. Но вот типичным одним из вариантов является такое круглое строение. Оно из стекла, из конструкции. КОНЕЦ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас слышно меня, дайте знать. Спикер пропал, спикер проявился. Спасибо, спасибо. Я не буду свое видео сейчас показывать. У нас под вечер здесь интернет шалит. Поэтому, чтобы нам продолжить и завершить нашу встречу, что уж я скрою свое прекрасное лицо. Значит, таким образом, дорогие друзья, еще дальше. Смотрите, мы подписали необходимые... Я показал только себя родного, когда мы подписывали документы. Так, и здесь видно... Здесь я подписываю. Это значит, что... Спасибо. 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 Таким образом, были подписаны документы, и я еще кое-что об этом скажу чуть позже. Пока с фотографиями вот столько вам, значит, поделился я с вами. Теперь инвестор-предприниматель. Важно следующее, дорогие друзья, что мы с вами переходим на этап не просто инвесторы, а инвесторы-предприниматели. И что это значит? Давайте сейчас немножко поговорим об этом. Где мы находимся? Мы с вами находимся... Мы с вами находимся на восьмом этапе. Восьмой этап, повторюсь, это этап, где вводятся, ну, как бы в оборот, 7,5 миллиардов долларов акций. Вполне столько же акций. Одна акция, один доллар. Под инвестиции в 20 миллионов долларов. Ждет нас девятый этап, и он будет достаточно скоро. Это ввод акций еще 7 миллиардов долларов. Под инвестиции уже 25 миллионов долларов. Видите? Здесь растет, здесь уменьшается, а здесь растет. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что все время дисконт будет уменьшаться. И десятый этап, это ввод акций на 5 миллиардов долларов под 25 миллионов долларов инвестиций. Не исключено, что мы все, а скорее всего это факт, что мы все эти этапы пройдем до Нового года. Это наш... Здесь не надо пугаться. Вы смотрите, значит, что является... Сколько у нас здесь места для бизнеса? 20 миллионов, 25 миллионов, еще 20... 70 миллионов долларов. Это нехилый бизнес, дорогие друзья. И сейчас мы разберемся, где здесь бизнес. И плюс еще у нас есть горизонт инвестирования в транспортные адресные проекты. В течение одного-трех лет от 165 до 200 миллиардов долларов. 70 миллионов и 200 миллиардов. Это строительство от 33 тысяч до 50 тысяч километров трасс. Это и есть основа капитализации, дорогие друзья. Но это же одновременная основа нашего бизнеса. Ага. То один миллиард уже на эти акции будет? Уже только... Нет. Акции, они есть акции, дорогие друзья, Олег. Хороший, спасибо. Хороший вопрос. Нет, Олег. Вы инвестировали акции, вы не продали. Вы инвестировали. Вы... Что это значит? Вы не инвестировали, а вы как бы вошли. Вы заложили эти акции под адресный проект. Фактически можно так сказать. И они обременены тем, что вы ими пользоваться не можете. На адрес этого... На время адресного проекта они находятся там. Они являются как бы залогом финансирования адресного проекта. Если просто сказать. И это значит, что они ваши. Все, что по ним благо приходит. Если их стоимость увеличивается, она увеличивается. Если приходит дивиденд, они приходят вам. Потому что вы являетесь владельцем этих акций. Вы получаете все дивиденды. А акции в это время работают в адресном проекте. Понимаете, да? То есть они работают на всеобщую капитализацию. А акции корневой компании в адресном проекте. Не инвестировать. Марина, это не инвестиция. Это так называемое вложение своих акций, участие. Но мы об этом будем, дорогие друзья, позже говорить. Это отдельная статья вот этого вопроса. Инвестор-предприниматель. Я пока показываю вам горизонты. Вдумайтесь в это. Миллиарды долларов. Это бизнес, который не надо самому начинать. Система сама работает. Наше дело только участвовать. Да, Юра. Правильно. Это так называемая часть, так называемая даже... Ну да. Это не часть, а средства обозначения установного капитала или гарантирования установного капитала управляющей компании адресного проекта. Со всей технологии сейчас... Да, правильно. В принципе, так. Так можно сказать, Олег. Но не совсем. Окей. Идем дальше. Смотрите. Инвестор-предприниматель. Кто такой... Мы с вами. Но каждый из нас принимает сам решение. Об этом мы говорили. Здесь я просто образно показываю. Кто такой инвестор-предприниматель и как он может работать. У него два направления. Создает или создаю партнерскую сеть. Создаю партнерскую сеть. Это один бизнес. То есть, так называемый, создаю структуру. Организую ежемесячный инвестиционный оборот. Это вам объясняют, говорят. Я организую сеть. Привлекаю людей. Они делают то же самое. Поступают средства, которые поддерживают мой инвестиционный процесс. В создании портфеля моих акций. Но здесь, создавая второе направление, должна быть стратегия личных инвестиций. Накопление компетенций. То есть, обучение себя. А вы сегодня здесь находитесь. Уже это является накоплением компетенций. Планирование участия в адресных проектах в будущем. Поэтому, сейчас я не буду сегодня вам рассказывать о том, как предполагается. Об этом мы говорили пару слов. Мы обменивались и в Минске. Но будет создана соответствующая организация. Так называемая, что ли, организация, которая поможет нам, инвесторам, участвовать и планировать участие в адресных проектах. Это отдельный разговор. И к нему мы в ближайшее время с вами придем, как только мы определимся до конца. И дальше. Что еще у меня есть, как у инвестора-предпринимателя? Построение и ведение бизнеса. Что для этого нужно? Маркетинг. Capital дает вам маркетинг. Дает систему. Что это такое? Это партнер, консультант, лидер, мастер, эксперт, топ-эксперт. Кстати, вы знаете, что на форуме в Юрмале был уже поздравлен и был вручен сертификат и свидетельство топ-эксперта, первого топ-эксперта нашей компании. Это Стефан из Соединенных Штатов Америки, который сам вообще-то из Венгрии, но у него очень мощная структура в Европе. Вот он достиг уровня топ-эксперта. Маркетинг со всеми возможностями продвижения по иерархии развития. Корпорация Skyway с ее механизмами, с ее мощной технологией. Команда поддержки, которая существует и в РСВ, и в Capital. Платформа Capital. Это все наш ресурс, дорогие, который у нас есть. И это нельзя не учитывать. То есть фактически еще в Юрмале выступали наши партнеры, компания Appline, которая начнет готовить специальную внутреннюю еще, так называемую, в личном кабинете. Кто пожелает, кто приобретет в дальнейшем, будет еще, так называемый, свой инструмент ведения вот этого, вот этого, этой стороны бизнеса. И подготовки этой стороны бизнеса. Понятно, да? То есть это еще отдельный инструмент, который вводится. То есть Capital над этим тоже работает. Теперь дальше. Смотрите. Что у нас еще есть? Значит, есть у нас правовой ресурс. Он есть. Что такое правовой ресурс? Это все то, все те документы, которые оформлены в соответствии с реальными юридическими требованиями на рынках, где мы с вами инвестируем и организуем свой бизнес. Инвестиционные пакеты, они развиваются постоянно, они есть. Это наш ресурс. Организационный ресурс постоянно развивается. Как я сказал, Capital сейчас прорабатывает еще и дополнительные механизмы, дополнительный организационный ресурс для того, чтобы мы, инвесторы, смогли бы скоперироваться и участвовать в адресных проектах. Информационный ресурс. Информационный ресурс. Он развивается, он есть. Это все те видеоролики. А в пакете offline будет вообще очень четко отображены и отработаны те ролики. Не надо будет нигде рыться, никуда бегать, ничего. Просто берешь под конкретную информацию, под конкретную задачу, сразу же у тебя уже существуют ролики, они там будут меняться, дополняться и так далее. То есть уже не надо ничего самому будет так сильно, ну скажем, беспокоиться, искать и так далее. Там уже сам механизм этого кабинета будет давать, или вернее этого пакета, этого инструмента будет давать возможность работать. Среда общения и обмен опытом. Форумы, семинары. То, что мы сейчас с вами делаем, это тоже среда общения. Вы между собой в чатах обмениваетесь и так далее. Финансовый ресурс. Финансовый ресурс очень мощный. Ведь смотрите, будущие адресные проекты, как мы уже говорили, я просто напомню, вы-то не каждый день в этом соке варитесь. Я больше в этом нахожусь, и это святое дело, что фактически предполагается по адресным проектам начинать проекты самим, иницировать как можно больше самим до уровня 30%, примерно. Сейчас я покажу вам. Смотрите, до какого уровня. Сейчас, 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 на быстро пройдемся. Нет, здесь нету. Здесь не было. Так, видать, я не туда засунул. Сейчас, одну минуточку. Сейчас я посмотрю. Да, нет, я убрал отсюда. Ну, неважно. Я хотел вам показать этапы, которые, которые существуют. То есть мы до третьего этапа развития адресного проекта будем, будем с вами, как бы, все вместе инвестировать. И уже еще дороже привлекать потом крупных инвесторов. Потому что риски будут уменьшены. То есть мы сами будем проходить рисковый период предподготовки, предварительной подготовки проекта. И обоснование, инвестиционное обоснование. Это дает нам еще мощный ресурс. Вот там свод анализа, это тоже можно было показать. И, естественно, дупликация. То есть мы, как делаю я, так делает моя структура, так делают другие. Это тоже наш ресурс. И инструментарий. Как я уже повторил, это личный кабинет, интернет-средства, дополнительные системы. Аплайн – это одна из дополнительных систем. Это наш ресурс. Жизненные признаки. Теперь вот смотрите, являюсь ли я инвестором-предпринимателем или нет. Я привел такие жизненные признаки, которые дают возможность оценить, живу я как инвестор. И являюсь ли, и иду ли я к ключевому инвестору-предпринимателю или нет. Первое. Сумма моих инвестиций, моих личных. Это не значит, что я должен выскочить из своей одежки, скажем, сделать все для того, чтобы семья бедствовала и так далее, и так далее. Но это я должен планировать. А я смогу это планировать лишь только тогда, когда я с вами планирую, строю стратегию и начинаю становиться предпринимателем. А не просто так болтающимся пробователем, я извиняюсь за такое сравнение, который думает, ну вот сейчас прикуплю, потом перепродам. Дорогие друзья, такой бизнес уже проходит. Время настает серьезного бизнеса. Если кто, а мы все хотим с вами в процветающем обществе жить, так нам надо его и создавать. А начинать надо просто с самого себя. Поэтому инвестор-предприниматель или инвестор, кто-то сегодня там есть, и я в том числе. Я для себя это решение принял, что я работаю здесь, и я работаю здесь. И мы все вместе с вами двигаемся по этой логике, по этим критериям. Критерии суммы инвестиций, количество личных инвестиционных программ, пакетов. Это опять-таки стратегия. Сколько их у меня? Один, два. Не надо много, но они должны быть. Прочитана страница книги в день. Вы знаете, я уже, наверное, об этом говорил. Это очень такой важный момент. Если я не читаю, но это не значит, что я должен какие-то там... Это имеется в виду не просто книги, а я просто скажу, какие это книги должны быть. Это, в первую очередь, книга Анатолия Эдуардовича Юницкого «Путь в небо» или, извиняюсь, «Небо на колесе». Уже не помню, она у меня лежит в кабинете, в другом. Не важно. То есть Анатолия Эдуардовича Юницкого книга. Протом, масса разных других специальных книг, которые связаны и с развитием моего бизнеса, как инвестора-предпринимателя, и как другие вещи. То есть, одна страница книги в день. Через месяц это уже 30 страниц. В году это уже 365 страниц. Понимаете? То есть, прочитана страница книги в день. Прослушала один плюс один вебинар в неделю. Что такое один плюс один вебинар? Один вебинар технологический, технический. То есть, постоянно там наши специалисты подают информацию, которая касается сущности или существа технологии развития как технопарк и так далее. Плюс один вебинар, который касается организационных, правовых, плюс мотивационных. Будут такие они есть и будут еще больше. Более целенаправленно проводиться. Один плюс один. Далее. Небесные дороги. Да, спасибо. Небесные дороги. Правильно. Очень, очень сильная книга. Я абсолютно... Она у меня вся в закладках. Есть еще одна книга, Анатолий Эдуардович показывал, которая была еще в 70-е годы им написана. Но это отдельный разговор, не буду сейчас отвлекаться. Значит, провел столько-то встреч, презентации технологии, маркетинга. Это все нужные вещи. Иначе бизнес не будет двигаться. Даже если вы своим бизнесом считаете, пардон, какую-то, я не знаю, ну тот же самый ресторан какой-то народной, народной кухни или еще чего-то. Все же то же самое надо делать. Но там надо еще больше суетиться. А здесь надо очень четко планировать, сколько чего я провел. Обеспечил 5 инвестиций, 10 инвестиций, 20 инвестиций. Это не значит, что я сам сделал. Привлек 5 инвесторов, 10 инвесторов, 12, 20 инвесторов. Это критерии, это признаки того, инвестор я предприниматель или нет. Или я просто так, болтающийся в этом бизнесе или рядом с этой технологией. Участвовал сам в стольких семинарах. Хожу ли я на оригинальные семинары, провожу ли я их сам. Ну не надо, ВВП. Бизнес это выше моих сил. Да, не надо. Вас никто не загоняет в этот. Но в принципе вы можете позиционироваться, если поймете, что вам необходимо как инвестор предприниматель. А если насильно, никогда не надо дойти насильно. Георгий, что такое накопить, а потом инвестировать? Ну ладно, пошло, понесло. Дальше. Участвовал в форуме. Форумы проводятся и будут проводиться. Пригласил и привез столько-то человек на форум. Приглашенных на презентационные семинары за месяц сколько. Установлены цели на месяц. Есть ли у меня цели или нет. Неважно. Даже если вы не предприниматель, все равно это полезно делать. Консультация. Есть возможность. Сколько консультаций я провел. Сам проконсультировался. И главное, дорогие друзья, оно в самом конце, но могло бы быть и в самом начале. Быть положительным. Поэтому все те, кто вы тут есть в списке или, скажем так, в перечень участников, я желаю вам быть всем положительным. Вы смотрите, сколько положительного вокруг нас. И мир в стражу станет таким, как мы на него смотрим. Несмотря ни на что, несмотря на все то, что творится сейчас в мире, задача наша быть самим положительными и делать мир через себя положительным. А не ждать, что кто-то что-то сделает, кто-то что-то переделает. А вот потом я это сделаю. В первую очередь, каждый из нас обязан, не должен, а обязан быть положительным. Мы для этого пришли в этот мир. И так мы построим Скайвей. И еще, я не устану повторять, треугольник Роберта Киосаки. Бизнес-треугольник. Миссия. Одна грань этого треугольника. Это команда, вторая грань. Лидерство, третья грань. Это есть и основа именно, не важно, в первую очередь предпринимательство, в первую очередь построение семьи. Эти принципы, все дорогие друзья, действуют. Миссия семьи какая? Осознаете вы это или нет? Для себя? Знают ли это дети? С супругой вы договорились? У вас команда или у вас шайка? Кто у вас лидер? Как вы лидерство распределяете? Это не значит, что кто главный, кто голова. Вы понимаете, что роли меняются. Есть вопросы, в которых безвозвратно отдайте лидерство второй половине своей. Неважно, мужчина, муж вы или жена. Распределитесь, разберитесь, кто берет лидерство. И то же самое действует в бизнесе. Надо быть лидером. Надо или желательно, чтобы вы четко разобрались с тем, что вы предприниматель-инвестор. Тогда надо быть и лидером. За вами идет команда. За вами целый ряд обязанностей становится. И тогда только начинается построение денежного потока, выстраивание общения системы, создание системы, опираясь на ту систему, которая дает капитал РСВ, соблюдение всех правовых норм и опираться на то право, на те правовые и юридические аспекты, которые капитал и мы вам предлагаем и как бы печемся об этом. И только тогда выходим на продукцию. Нашей продукцией является что? Нашей продукцией является инвестицией и в конечном итоге действующая технология SkyWay. Мы строим SkyWay, спасаем планету, дорогие друзья. Вот что наша продукция. Ради этого стоит стать инвестором-предпринимателем. Но только через это, через эту миссию, я, ты, он, она, вы, кто вы там, мы станем все более процветающими и будем жить в процветающем мире. Благодарю вас за внимание, дорогие друзья. Время 20 часов 0,1 минута. Какие у вас были еще вопросы? Я сейчас не следил. Но если так, то пусть будет так. Я надеюсь и уверен, что вы все прониклись теми мыслями, которыми я с вами поделился. Мы к этому будем возвращаться. Впереди у нас с вами очень много важных моментов, ради которых стоит все это делать. И впереди Анатолий Эдуардович Юницкий. Поэтому у нас очень много интересного, важного. А усадьба меня тоже впечатлила, Марина. Потому что, вы знаете, у меня возникло такое чувство, когда это целый альбом, я не стал его раскрывать, я сделал фотографии только с этой страницы, с первой. Как будто Анатолий Эдуардович подсмотрел. Или я подсмотрел 15-20 лет назад то, как Анатолий Эдуардович... О чем это говорит? Это говорит о том, что это уже в квантовом пространстве существует. И каждому приходит по-своему. Чего я вам, дорогие друзья, и вам желаю, каждому из нас иметь усадьбу. Примеры и мысли есть. Наша задача – действовать. Все. Спасибо большое. До скорых встреч. Всего вам доброго. Вам и вашим семьям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Продолжение следует...